Все успешные бизнесы хороши одинаково, все неуспешные провальны по-своему. Да, у меня своеобразная, конечно, работа на сегодняшний момент состоит она из того, что, скажу такой общей круглой фразой, да, я человек, который пытается продвинуть винную культуру на территории Саратова, Саратовской области. Ну, если получается, еще за пределами нашего Саратовского региона. Пару слов об алкоголе, да, алкоголь – это вещь, с которой нельзя ни в коем случае переходить на «ты». Как только с алкоголем ты перешел на «ты», значит, все, привет, жизнедеятельность твоя на этом кончается, то есть человек, ну, спивается. Были, 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 были такие моменты, были такие моменты, ситуация была прям, ну, прям вот буквально недавняя ситуация, когда у меня человек заказал определенную партию вина по определенной цене. И тут, в тот день, когда я уже ее привез и собирался этому человеку это все отвезти, то есть человек уже это все купил, практически мне осталось только отвезти и забрать у него деньги. Прямо минут за 15 до этого момента человек, вернее, даже не позвонил, он мне просто прислал фотографию из мэтра Кашинкери, и там это вино стояло, то есть как бы в разы дешевле. У них как раз в этот момент были диновременные скидки, один день, и то есть выгоднее было приобрести это вино вот именно там. Именно в тот момент, именно в тот день. Ну, это был, конечно, определенный шок, естественно, что я мог сказать, то есть как порядочный человек, я сказал, конечно, приобретайте его вот там, да, но несколько ящиков вина, просто они опустились у меня дома, я понимал, что мне их нужно реализовывать. Да, в тот момент, естественно, то есть когда я понимал, что я потерял какую-то часть денег, но через некоторое время все выровнялось, потому что в мэтра Кашинкери опять это вино стало стоить гораздо дороже, нежели это стоит. привести от нашей компании из Москвы, поэтому через некоторое время мне пришло, ну, я спокойно реализовал эти бутылки, но такие вот инциденты были, действительно. Я приведу только один случай, да, это опять же-таки своеобразная была тема такая, как вот как раз по поводу того, смогут ли люди отличить дорогая бутылка вина, это вслепую, без разницы как. Естественно, в свое время были гости, которые приходили и все время пили вина, это еще когда на заре, то есть когда я работал в ресторане в Общепите, приходили гости и все время им все нравилось, как обычно приходили, спрашивали, Леш, можно там что-нибудь новенькое? Естественно, там что-то новенькое приходило и бывало так, что ты с гостями не то, что назвал бы, что это играл, да, а просто брал, наливал вслепую, не показываем совершенно бутылку и приносил вот это что-то новенькое и говорил попробуйте. И было одно вино на самом деле, оно довольно-таки социальное в плане цены, вот, просто я его привез, объясню почему, оно только тогда зашло на рынок и как раз я посещал московских своих коллег, вот, и после дегустации на следующий день, придя в офис, то есть как бы на столе я увидел вот эту бутылку, она была очень интересная, у нее было очень интересное оформление, эсекетка, естественно, мне нужно было попробовать что-то. Когда я попробовал что было в бутылке, мне это очень понравилось, именно на тот момент, именно тогда и в тот момент, это мне очень понравилось, естественно, почему бы и не взять с собой, и не угостить других людей, то есть как бы, да, потому что, ну, достойный материал. Угостил людей, всем очень понравилось, все сказали, ну, замечательное вино, то есть как бы, но, и когда я сказал, сколько эта бутылка стоит, люди мне не поверили, просто потому что, ну, это было там в два с половиной, в три раза дичевле, чем они привыкли пить при этом, при всем, то есть как бы вот в тот момент. Я не говорю о том, что я их хотел там обмануть каким-то образом или еще что-то, просто это было что-то новенькое, что я хотел им показать в тот момент, назови им, возможно, цену тогда, и они бы сказали, нет, давай не будем экспериментировать настолько, вот, давай попьем то, что нам действительно нравится. Я лично, лично я не встречался пока с такими людьми, которые могли, попробовав содержимое бокала, сразу сказать, что это там бордо такого-то, такого-то угода, из такого-то, такого-то шато и все остальное, из таких-то сортов винограда в таком-то процентном соотношении, я таких людей пока не встречал. Но есть действительно люди, которые берут бокал, пьют и говорят, это хорошо, это качественно, это дорого. Зачастую, в основном, это среди тех людей, которые профессионально занимаются, грубо говоря, производством вина, и это в основном все иностранцы. В алкоголе всегда главное качество. Всегда главное качество. Почему? Потому что вы должны получить какое-то правильное эстетическое, философское наслаждение, нежели вот конечный эффект, вот этот эффект опьянения. Когда вы берете бутылку вина, это круто, это красиво, хорошую бутылку вина, это интересно, да. Если у вас нет денег, лучше вообще не пить, нежели пить то, что вам предлагают за какие-то копейки, потому что то, что вам предлагают за копейки, это влияет на ваш организм. Обмануть, в принципе, в плане обмана, если мы сейчас про обман говорим, обманывать можно очень много, да, но опять, то есть, как бы, я всегда советую, когда кто-то приходит в заведение, кто-то приходит в ресторан. Первое. Покупайте всегда, если вы пришли к компании, у вас есть возможность купить бутылку всегда. Ну, правильно, да? Вот. При этом, при всем попросите, чтобы эту бутылку пооткрыли при вас. Зачастую в правильных ресторанах это так и делается. Дальше. Если вы хотите, чтобы вам принесли порцию, но здесь вы уже, конечно, доверяете, конечно, как бы имиджу этого заведения и тем людям, которые там работают. Как правило, если это имиджевый очень хороший ресторан, которому очень много хороших отзывов, я думаю, что там персонал не позволит себе обмануть гостя пришедшего заведения, да, но если все-таки такие окажутся, то хотите вы или не хотите, обмануть они вас смогут. Да, если вы берете, например, вина по бокалам, ну, вы заказали красное вино, как правило, в винной карте там может быть, там, несколько бокальных вин у вас, да, ну, вы, например, там, говорите так. Вот, принесите мне, пожалуйста, вот это. Девочка пошла или мальчик, грубо говоря, там, бармен, говорит, слушай, вот это вино заказать баром. Блин! Вино кончилось. Что делать? Ну, что делать? Давай нальем вот это вот вино. Человек все равно, да, все равно не поймет. Ну, вот. Наливается это вино, несется, да, несется и ждем просто реакцию человека. Человек попробовал, да, сказал, вот, поэтому я все время говорю, в избежание вот таких вопросов, в избежание каких-то таких вот инцидентов, просто берите целую бутылку. Я всегда так говорю, либо пускай наливают при вас, либо пускай наливают при вас, это вполне возможно, то есть пускай даже это может быть выглядеть некрасиво, к вам придут с мерным стаканом, все остальное. Но, по крайней мере, вы убедитесь, то, что это принесли, именно то, что вы хотели. По крайней мере, этикетка будет совпадать с названием там в меню. Человек, потому что, когда переходит в определенную стадию опьянения, он уже не чувствует совершенно вкуса, это факт, вот, и там уже, в принципе, можно, грубо говоря, более-менее похожие виски какой-то наливать. Сначала ты наливал одной формы, потом другой, да, но опять, это нужно четко понимать. Я бы, наверное, не рискнул никогда, работая в ресторане, то есть как бы своему гостю, понимая, что этот гость не последний раз у нас придет, сделал такое. Если мы говорим, как бы, о культуре в целом общепита, да, иногда бесит, конечно, обслуживание. Был момент, когда ты завезжаешь в какое-то заведение, сидят там твои друзья, ты подсаживаешься с друзьями, подходит человек, что вы будете пить, ты заказываешь ему, там, будет, ну, кофе. Ну, сколько ему по времени делаете чашек кофе, да? Да, ну, 5-6 минут, когда мы учились в барменской ассоциации в городе Саратов, да, там, заказ бармену отводил 7 минут, чтобы он мог сделать коктейль. Чашку кофе можно налить, то есть как бы за это время. Я ждал свою чашку кофе 15 минут, про меня 10 раз забыли, то есть вот это вот бесит. Бесит то, что персонал у нас, к сожалению, зачастую неграмотен, не обучен. Бесит то, что у нас на сегодняшний момент нету даже элементарного какого-то места, какой-то базы, какой-то школы, которая могла бы вот этому обучить. Если раньше были какие-то училища, которые хотя бы хоть как-то готовили официантов, то сейчас этого тоже нет. То есть получается, что куда ни зайти, в основном, в большинстве своем, за барменом стоят, так скажем, так называемые самоучки. Тоже бесит то, что есть такие вот моменты новомодные, они считаются, да, особенно в пабах это, да, там, каких-нибудь, особенно в карты, когда ты можешь прийти, а тебе может там с той стороны человек, эй, ты чувак, эй, ты чувак, извини, тебе там 18-20 лет отраста, а к тебе приходит дядька, ну, ладно, там, в два раза старше тебя, но бывает так, что и в три раза старше. И к этим людям нужно возиться, относиться с уважением, потому что они пришли к тебе выпить у тебя, поговорить, возможно, с тобой, да, хотя иногда с ними нечем разговаривать, с этими ребятами, если честно, да, вот. Вот, и просто понаблюдать за атмосферой, когда просто отдохнуть, он пришел после работы просто выпить пивка, ему просто это необходимо перед тем, как пойти, там, у него сложный день был, не надо его трогать, да, ну, когда ты слышишь вот это, ай, ты чувак. Каждый человек, на самом деле, четко должен понимать, сколько чаевых, и какое вознагражение он может дать официанту, собственно, да, там, в заведении, тоже очень важная тема. Иногда, когда ты видишь в счете обслуживание, 5%, меня иногда тоже это бесит, потому что даже 5% иногда я не готов дать. Надо, благодарить надо, но надо четко понимать, за что ты благодаришь. Когда ты пришел, когда у тебя вечер, и когда официант про себя, когда у тебя хавос на столе, когда тебе не меняют тарелку, не убирают, не меняют бокал или еще там, да, и когда ты здесь, там, выпил чашечку кофе, вот ты сидишь уже эту, ты не знаешь, куда эту чашку сдвинуть, потому что ее пора убрать, а официант этого не видит, персонал, да, вот это тоже начинает подбешивать, это неправильно, то есть, как бы, да, нужно там подойти, либо предложить что-нибудь еще, либо налить воды, либо... Но грязную посуду нужно убрать со стола, это вот... Сейчас мы не курим никто, да, все у нас запрещено в заведениях курить, а вспомните, раньше, когда курили, пепельницы. Ведь было золотое правило в свое время, что пепельница на столе должна быть всегда чистая. Я все-таки человек оптимист, вот, и по жизни мне кажется, что в винной культуре в Саратове все наладится, тем более, что не только я, но еще есть люди, которые работают над этим, я точно знаю, и хорошо, что в некоторых моментах у нас с ними какие-то мысли сходятся. Естественно, где-то мы в каких-то мыслях расходимся, но это нормальное явление, то есть, как бы, да, этих людей я ни в коем случае не считаю конкурентами, это коллеги по цеху, коллеги, которые имеют свое мнение, и которые, возможно, в дальнейшем тоже сделают какой-то определенный переворот именно вот в этом направлении. тем, чем они сейчас занимаются, чем занимаются, это здорово. Я думаю, что все-таки в Саратов это придет.